Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Иван Русских и я приветствую вас на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами немного о посеве семян, которые инкрустированные, дрожжированные или просто обработанные. Дело в том, что когда вы покупаете пакетик семян, вы можете обнаружить там не необыкновенные семена, вот простые, как в основном продаются, а вот такие вот с каким-то цветом. Как правило, обработанные семена красятся, подкрашиваются в определенный цвет, определенный тон для того, чтобы было видно, что они чем-то обработаны. Что такое дрожжированные семена? Дрожжированные семена обозначают, что каждая семечка одета специальной такой оболочкой. Как правило, дрожжируют семена петунии, бегонии, мелкие, мелкие семена. Дрожжирование семян облегчает их посев по одному. Кроме того, в состав дрожжей могут включаться различные вещества, которые стимулируют рост и развитие растений, а также защищают их от болезней. Дрожжированные семена отличаются от инкрустированных тем, что инкрустированные семена не имеют такой толстой оболочки. Они как бы покрыты каким-то тонким слоем определенного вещества. Можно наблюдать на них как бы такое равномерное однородное напыление. Как правило, инкрустированные семена подкрашиваются в зеленый или синий цвет, но могут быть и другого оттенка. Поверхность инкрустированных семян, как правило, блестит. И еще инкрустированные семена дрожжированных можно отличить по тому, что дрожжированные семена всегда имеют округлую форму. А вот инкрустированные семена сохраняют форму самого семечка. Но в силу того, что толщина вот этой оболочки очень-очень небольшая. Инкрустирование семян проводится для того, чтобы обогатить семена микроэлементами, чтобы обогатить их ростостимулирующими веществами, а также веществами с защитным действием. И третий тип обработки – это просто протравленные семена. Протравленные семена легко отличить от предыдущих двух типов. Протравливание семян проводится, как правило, с помощью жидких препаратов, которые прибавляются к семенам в небольшом количестве. Этот препарат как бы обмазывает эти семена, затем они подсушиваются и расфасовываются в пакете. В этой связи поверхность протравленных семян прокрашена красителем, который специально добавляется, неоднородно. Вы увидите такую неоднородную матовую окраску. И если вы схватите это семечко в руки, то такое семечко может оставить краску на ваших руках. То есть эта протравка достаточно легко стирается с этих семян. Если же вы их задумаете промыть, то в общем-то она достаточно легко смоется с этих семян. Протравливают зачастую семена, огурца, также семена бобовых растений, такие как горох или фасоль или бобы или какие-то еще другие. Ну и другие растения также протравливаются. В чем состоит особенность использования таких семян? Дело в том, что ни дрожжированные, ни инкрустированные, ни протравленные семена не требуют предпосевной обработки. Напротив, предпосевная обработка как раз испортит ту подготовку семян, которая уже была сделана производителем. Их не стоит замачивать, их не стоит обрабатывать дополнительными веществами. Потому что если протравливание ведется каким-то одним, максимум двумя препаратами, то инкрустирование, а тем более дрожжирование может осуществляться целым комплексом препаратов. Вообще по правилам, если какие-то препараты входят в состав инкрустирования, дрожжирования или протравливания, они должны быть указаны на упаковке. Но по опыту скажу вам, к сожалению, производители зачастую грешат. И не всегда на такой потребительской упаковке указывают, что семена чем-то протравлены или еще дополнительно обработаны. Кроме того, мне как-то достались семена томата, инкрустированные для профессионального использования. И я непосредственно в почву их посеял, конечно, без всякого замачивания, уже знаю, что замачивать их нельзя. Но посеял их достаточно густо. И вы на картинке можете видеть, к какому плачевному результату это привело. Я перерыл массу литературы, консультировался с массой специалистов, что могло произойти с моей рассадой. Почему я фактически лишился рассады томатов таких прекрасных, замечательных продуктивных сортов. И в конце концов оказалось, что концентрация роста стимулирующих веществ, всевозможных протравителей, настолько высока, вот в этом инкрустировании, что густо посеянные семена выделили в почву все эти родства стимуляторы. А мы знаем, что лекарство в большой дозе может оказаться ядом. Так и получилось на самом деле. Концентрация этих полезных веществ была такой высокой, что я, к сожалению, закупил всю свою рассаду. Поэтому, основываясь на своем таком горьком опыте, я вас направляю и предупреждаю и рекомендую. Если вы столкнулись с инкрустированными или дрожированными семенами или протравленными, осуществляйте их посев непосредственно в грунт нагряды. Если же вам необходимо вырастить рассаду, то не высевайте их густо с целью последующего пикирования. Высевайте семена непосредственно в стаканчики или те ложки, где вы будете выращивать все растения от начала до конца. Они именно для этого предназначены, они именно к этому и приспособлены. Чтобы не совершить тех ошибок, которые я совершил в своей овощеводческой практике. Надеюсь, что этот совет будет полезным. Надеюсь, что вы немножко больше теперь узнали о таких типах семян и узнали об особенностях их посева. Надеюсь на наши следующие встречи. Подписывайтесь на наш канал. Нажимайте на колокольчик для того, чтобы получать уведомления о наших новых выпусках. И желаю вам успеха!